Привет! Это видео про то, как тебе поддерживать себя в отличном настроении перед твоим публичным выступлением. Поехали! Мир катится дальше, уже начались 20-е годы, и людям все больше и больше нужно публично выступать. Мы все больше и больше сами люди становимся теми, кто коммуницирует с другими людьми. Эмоциональный интеллект в тренде, agile технологии в тренде, и нам все больше и больше нужно публично выступать. Даже если вы просто блогер перед камерой, это, конечно, чуть проще, чем перед живыми людьми. Но и там у нас часто охватывает волнение. Как с этим бороться? Во-первых, конечно, про страх публичных выступлений я рассказываю в одном из предыдущих видео. Если вы за ютубите, забьете в ютубной строке поиска Алексея Ярцева страх публичных выступлений, вы найдете достаточно старое мое видео, но эффективное, про то, как это устроено и как можно с этим бороться. А теперь один простой очень инструмент, который легко использовать в наше время, но раньше он был, конечно, недоступен, то есть такое ноу-хау современное. Когда вам нужно выступить перед аудиторией, нужно главное, что помнить, что вы на самом деле транслируете свою эмоцию, свою энергию людям. И на живые выступления люди приходят за вашей живой эмоцией, которую вы транслируете, за тем настроением, которое вы им передаете. Потому что хорошие шутки они могут увидеть по ТНТ или по телеку, или на ютубе в любой момент. Хотите американский, хотите стендап на ТНТ. Они могут прийти на лекцию, на ютубе огромное количество лекций, на рутрекере их еще больше. То есть на самом деле люди приходят на живые выступления за атмосферой, вам придется ею делиться. Один короткий проверенный совет, который я постоянно использую, когда мне нужно, допустим, вести импровизационное шоу типа «Прожектор Парис Хилтон». То есть мне необходимо быть в таком настроении энергичным. Конечно, все не ограничивается просто бодростью, просто энергией. Нужна обязательно подготовка, нужна обязательно концепция, нужно понимание сценария, от чего вы к чему ведете. И самое главное – это месседж, что вы хотите сказать. Но сейчас один простой совет. Возьмите просто видео-шоу, которое вам нравится. Я использую «Вечерний Ургант» или «Прожектор Парис Хилтон», потому что мне нравится естественная атмосфера дружелюбности, в которой каждый может проявить себя, всем можно шутить. Шутят не над кем-то, а все, и каждый имеет право пошутить над каждым. И просто в наушниках, что важно, в оба уха, по пути на мероприятия в такси, в самолете, в метро, в поезде, пешком, просто посмотрите это шоу. Даже если вы идете пешком от метро, то вы можете включить и просто послушать эту атмосферу, на слух она тоже транслируется. Неоднократно я проверял, что, заходя в этом настроении, в зал, который изначально я зашел, посмотрел в зал, в разряженном состоянии, каждый в своих мыслях, люди после работы. Но когда ведущий заходит в этом настроении, то он это настроение часто и транслирует. На остальных они понимают правила игры, потому что люди пришли считать эмоцию с них. Вот это очень простой и действенный, действительно, совет. Пользуйтесь им. Ну и на всякий случай, еще раз для тех, кто смотрит это видео дальше, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, поделитесь с друзьями, которым необходимы советы по публичным выступлениям. Ну и на поршение один еще важный совет. Новичок всегда хочет зарядиться энергией от зала. Становитесь с каждым шагом все более профессиональными и заряжайте зал своей энергией, потому что на самом деле зритель, конечно, приходит не для того, чтобы поделиться своим настроением в большинстве своем, а чтобы получить что-то от того, кто на сцене. Стоп. Неужели вы думаете, что можно слушать комические куплеты с таким вот уныло-постным лицом? Именно поэтому он вас и делегирует на сцену. Даже покупая билет на ваше шоу, он как бы делегирует вам быть транслятором эмоций. И будьте ими, это прекрасное место в жизни. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До встречи. Каждый из вас задумывался, как начать нравиться людям, как стать желанным собеседником, как вызывать смех у людей, куда бы вы ни шли. Но где конкретное указание к действию? Где упражнения и схемы? Академия комедии Алексея Ярцева представляет. Десятинедельная онлайн-разминка. Десять недель вы будете развивать вашу эрудицию, гибкость речи, подачу и чувство юмора. Не отрываясь от своих привычных дел, пройдите по ссылке в описании и начните онлайн-разминку чувства юмора уже сегодня.